Сосчитаем, сколько килограммов муки во всех мешках. Удобнее считать по количеству килограммов в каждом мешке, то есть по 4 килограмма. Всего 5 мешков. Значит, число 4 нужно повторить 5 раз. Или 4 умножить на 5. Получится 20 килограммов муки. Во втором классе мы составляли таблицу умножения и деления на 4. Последними в ней были примеры 4 умножить на 5 равно 20, и 20 разделить на 4 равно 5. Теперь, зная числа до 100, мы можем продолжить составление этой таблицы. Чтобы заполнить таблицу дальше, будем на каждом шаге добавлять по 4 к предыдущему результату умножения. 4 умножить на 6 равно 20 плюс 4. В результате получится 24. Составим обратное примерное деление. 24 разделить на 4 равно 6. Умножим 4 на 7. Получится 28. Составим обратное примерное деление. 28 разделить на 4 равно 7. Умножим 4 на 8. Получится 32. Составим обратное примерное деление. 32 разделить на 4 равно 8. Продолжим заполнение таблицы по образцу. Постарайся запомнить эту таблицу. Постарайся запомнить предыдущему результату. — — — Продолжение следует...